Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами поговорим про обрезку корней у саженцев винограда. Некоторое время назад я рассказывала про разницу саженцев с открытой корневой, с закрытой корневой. Мы сегодня еще раз немножко посмотрим примеры. И вот некоторые возражения были, что нет, все-таки с закрытой корневой лучше, потому что там корни не травмируются. Да, они не травмируются, они просто, если они там вообще более-менее пошли развиваться, они закручиваются вот так вот. И вот эти загнутые корни, закрученные, заплетенные, они потом не могут нормально расти. Но, к сожалению, не все об этом знают, хотя об этом надо знать и обязательно эти корни распутывать, иначе растение будет крайне плохо расти, вплоть до полной гибели. И вот смотрите еще наглядный пример. Вот здесь даже корни обрезались. Оно видно, да? Сейчас я положу. Вот. Вот это были обрезаны корешки, и дальше они пошли ветвиться. Но они не распрямлялись. И видите, что получается? Вот такое получается гнездо. То есть корневая нормально не растет. Корни обязательно надо расправлять. Так это были корни обрезанные. А теперь представьте, что получится, если вы посадите закрытый корневой, да, вот мы их пытаемся сохранить, эти корешки, сохранить ком земли, что будет. То есть, ну, повторюсь, это еще не самый худший случай. Да, вот выкопали, вот теперь опять ему надо корешки обрезать, все это распрямить, ну и да, тогда он будет нормально расти. А так вот это вот, ну, ничего, ни к чему хорошему это не приведет. И вот так должно быть. Вот у нас корешки растут в разные стороны. Мы их подрежем при посадке. Распрямим вот так вот, грубо говоря. Посадим в разные стороны. И вот они пойдут в разные стороны ветвиться, хорошо развиваться. И растение будет себя прекрасно чувствовать. Вот еще один пример. Тоже корешки не расправлялись. Вот тоже вот так вот. Конечно, он расти будет вот сейчас. Если мы их подрежем, расправим, то все будет с ним хорошо. Но видите, какая формируется корневая, вот если, скажем так, посадить хоть как. Кто-то боится, в принципе, травмировать корни, что ай-яй-яй, как бы это плохо. Когда растение находится вот в таком спящем состоянии, вот мы его только выкопали, почки у нас спят, то обрезать корни вообще абсолютно не страшно. Страшно это сделать, вот когда мы весной покупаем саженец, у него уже большие зеленые побеги, вот тогда да, потому что корни, в растении вообще баланс между верхом и низом, и корни питают вот эту верхнюю часть. Соответственно, обрезаем корни, страдает верх, но тогда, когда этот верх растет. Когда растение вот такое спящее, то абсолютно ничего страшного в этом нет. И опять же, касаемо саженцев с закрытой корневой системой, вот если весной мы их берем с большой зеленой частью, и там вот эти спутанные корни, мы опять получаем проблему. Ну, тут уже, конечно, выбор всегда за вами, да, что садить. Мы, между прочим, себе садили все с закрытой корневой, ну, потому что такие саженцы были доступны из тех сортов, что мы хотели. То есть мы таких не боимся, и такие мы садим, но, конечно, вот такие саженцы гораздо предпочтительнее. Дальше, для чего мы вообще обрезаем корневую? Смотрите, ну, это не самый большой, но так приблизительно. Здесь корни сантиметров 60, наверное. Посадить вот это вот все, сами представляете, какая нужна яма. Потому что корни должны быть расправлены. Если они вот так вот загибаются, это плохо, так делать не нужно. То есть первая проблема. Вторая, у нас всегда баланс между верхом и низом. И поскольку верхнюю часть мы обрезаем, нам не надо в первый год много, это раз. Во-вторых, не всегда у нас вызреет много. Плюс для транспортировки, для многих вещей, то есть мы оставляем несколько почек, но здесь, на самом деле, их не так уж и мало. И такая большая корневая, такому растению, она не нужна. Поэтому корневую систему мы обрезаем примерно вот на таком уровне. Можно даже чуть короче. И важно, что происходит. Растение от этого не страдает. Когда мы эту самую корневую систему подрезаем, потом наши корешки начинают гораздо лучше ветвиться. Чуть позже покажу кадры выкопки такого саженца, которого в прошлом году были корешки подрезаны. Он прекрасно рос. Вы увидите сами через пару минут. Вот, смотрите, наглядный пример. Это саженец двухлетка весной, когда мы его сажали, мы ему корешки подрезали. Сейчас положим его на какую-нибудь плоскость, и я покажу более качественно. Вот, видно, вот до этого уровня были корни подрезаны. И смотрите, каждый из них дал разветвление. Вот. Вот. И чем короче вот это будет подрезано, тем более густое вот это вот разветвление будет. То есть вот такая вот подрезка корней абсолютно нормальная. И даже хорошо так делать. Не надо их жалеть. Причем на самом деле можно резать вообще коротко. На самом деле вот такую обрезку корней практикуют не только у винограда, но и у многих других растений. Расскажу пример. Много лет назад я заказывала себе розы, и когда мне пришли вот с такими вот обрезанными корешками, ну, я сначала расстроилась. Думала, ой, ну как же совсем обрубки. То есть, ну, вот чуть-чуть. Эти розы прекрасно росли. Вот весной я их посадила, и считается, что розы в первый год не должны цвести. Мои шикарно росли, шикарно цвели. Было две волны, огромные цветы, и все с ними было замечательно. Так что бояться этого не надо. И на самом деле, даже то, что я вам показала, уровень примерно обрезки корней, вот такой, это еще даже длинновато. Можно резать короче. Когда садят большие поля, там вообще чуть ли не на 5 сантиметров оставляют корешки. Потому что машина садит в определенных условиях. И прекрасно такие саженцы начинают расти и развиваться. Поэтому, если вы получаете саженцы с короткими корнями, это нормально. Все с ними будет хорошо. Корешки начнут ветвиться, и растение прекрасно будет расти и вас радовать. Поэтому бояться повреждения вот этих корней абсолютно не стоит. Еще раз повторю, что наоборот, обрезка корней стимулирует их ветвление, а соответственно увеличение площади потребления питательных веществ. Точнее площади всасывания. Вот такой у нас саженец с закрытой корневой. Это то, что мы покупаем и высаживаем для себя. Есть небольшое возревание лозы. Очень небольшое, но ничего. Будет расти. Вот смотрите, вот что бывает в закрытых ямкостях. Корни спутаны. И не надо бояться их повреждать. Как раз таки наоборот, весь этот ком надо растрясти. Потому что расти они нормально не будут. Растение в лучшем случае будет вот такое вот маленькое. Ну а в худшем может даже погибнуть. Корни не кокущие. По сути. Для весны, да, нормально корневая. Но для осени это ни о чем. Ну теперь более-менее мы их расправили. Вот в таком состоянии можно садить. Повреждать как бы не надо бояться подрезать корни. Они тогда будут нормально развиваться. Даже здесь вот это вот длинное кое-что мы убрали. Как раз таки для того, чтобы нормально корневая ветвилась. Вот еще один такой же мученик. Ну опять же, вот что в закрытых емкостях. И обязательно вот если такие садить, обязательно вытрясать и давать им свободу. Потому что если еще там торф какой-нибудь с чем-нибудь, то все это так и останется спутанным. Ну наглядные примеры я вам показала. Как развивается корневая. Когда она свободно растет в открытом грунте. Как развивается корневая в закрытых емкостях. Еще раз повторю, что бояться обрезки корневой не стоит. Это не очень хорошо. Только тогда, когда у нас уже большие вегетирующие победы. Сейчас саженцы в спящем состоянии. И в общем-то обрезка корней это стандартный агроприем. Не только для саженцев винограда. Но и для саженцев многих других культур. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч.